друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые оказывают влияние на динамику финансовых активов первая торговая сессия довольно вялый день но если не брать в расчет британскую валюту потому что фунт сейчас активно валится на рисках возросших относительно брыкзита мы об этом поговорим чуть позже для всех трейдеров которые сейчас следят за динамикой фондовых рынков рынка форекс рынка долговых инструментов на ближайшей перспективе есть несколько событий за которыми необходимо будет следить первое из них друзья это конечно же заседание европейского центрального банка и еще по срокам не смогу сориентировать то есть если заседание цб в четверг то по второму событию это ожидание новых мер фискального стимулирования со стороны властей сша как мы знаем конгресс вот-вот уже вернется после каникул и конечно же в первоочередном порядке рассмотрит необходимости выделения нового фонда финансовой помощи для домохозяйства помощи которая поможет преодолеть последствия пандемии вот это вот события которые точно раскачают волатильности до этих пор торги будут вялыми динамика будет неоднозначной друзья но мы все с вами прекрасно умеем ожидать давайте посмотрим по порядку что у нас складывается в динамике привычных для нас инструментов индекс американской валюты 93 12 не сильно улетели мы вверх после тех донных уровней которые являются также еще и минимальными значениями за последние несколько лет и ситуация опять же может сместиться в плоскость той динамики которая необходима продавца я не отказываюсь пока что от идей продажи доллара потому что фон из-за которого американская валюта ранее оказалась на этих значениях ничуть не изменился последняя новость которая также должна заставить у вас друзья задуматься о перспективах американской валюты это решение китая резко сократить вложение в американские бумаги есть даже непосредственно цифры того насколько они утратили доверие к американским облигациям речь может пойти о сокращении общего фонда владения американского долга на 20 процентов то есть мы знаем что если совокупные вложения превышают 1 триллион долларов то соответственно этот портфель может сократиться на 200 миллиардов логичный вопрос почему мы конечно же можем связать это с очень сложными отношениями непосредственно между пекином и вашингтоном но я абсолютно уверен то что из-за прагматизма китая все-таки выход из американских облигаций это как раз реакция нормальная реакция трейдеров инвесторов и управляющих фондом в данном случае отвечающих за портфель именно китайской стороны реакция на то что американская экономика испытывать серьезные проблемы это приводит к увеличению государственного долга и ослаблению доллара конечно же доверие к американцу в последнее время очень сильно пошатнулась и много раз и пытался зайти друзья для вас скажем так с стороны того что может быть евро станет следующим кандидатом на роль главного резервного на инструмент валюта но это разговоры опять же на ближайшую перспективу сейчас особо так далеко уходите не будем в общем на этой неделе ждем появление информации о том когда все-таки будут приняты меры дополнительной финансовой помощи необходимой для американской экономики и думаю что на этом американская валюта должна будет просесть золото 1926 в целом тоже вялая динамика продолжается несколько дней подряд рынок уже отошел последних данных по non-farm payrolls которые как вы помните оказали неоднозначное влияние на настроение трейдеров по золоту и а также сохраняя ставку на дальнейший рост если в эту пятницу мы еще получим подтверждение роста инфляции в штатах вот пожалуйста снова интерес к золоту как инструменту позволяющему хеджироваться от инфляционных рисков что касается рынка нефти снижаемся 41 92 доллара за баррель я сегодня в очередной раз друзья рискнул буквально перед тем как начал записывать этот ролик открыл шорт в расчете на то что бренд уйдет в район 40 долларов за баррель а причинах снижения мы говорили накануне это снова и опасения за спроса на углеводороды это и влияние доллара на динамику бренд и wti и решение саудовской аравии снизить отпускные цены для стратегических партнеров начиная с октября целом этот фон приводит тем настроением которые мы сейчас на площадках наблюдаем друзья но это рискованное предприятие потому что какого-то мощного сигнала опять же для распродажа нету потому что если тот же самый доллар опять же развернется вероятность этого очень высока соответственно против а продавцов нефти будет действовать опять же динамика нисходящие по доллару и по идее не должна будет отреагировать на это ростом но это опять же скорее всего тенденция конца недели сейчас давайте положимся на краткосрочную динамику и попробуем дожать бренда 40 долларов за баррель евро против американца 1 1807 вчера вышли данные по промышленному производству статистика в целом плохая плюс один и два процента в месячном выражении прогноз был а 4 8 сегодня влажный релиз в 12.00 по москве это темпы экономического роста по ожиданиям статистика вряд ли разочарует и если мы действительно сегодня увидим хорошие данные по овп то соответственно в четверг у кристин лагард будут все основания делать отсылку к этому релизу и разумеется заливать экономику комплиментами о том что еврозона довольно успешно справляется с последствиями пандемии если такие комментарии будут сделаны европейская валюта снова перейдет к росту фунта заложника ситуация и рисков носительном брейкзита мы видим то что борис джонсон резко сменил тактику пытается усилить давление на европейских коллег чтобы выторговать самые лучшие условия европейский союз не поддается вот эти бадания продолжаются фактически уже несколько недель ультиматум поставлен джонсон отметил что если до 15 октября ес не подпишется под теми условиями которые предлагает англия быть жесткому брейкзиту это как раз и топит сейчас британскую валюту друзья я рекомендую не торговать в том сейчас давайте продолжит продолжим работать с европейской валюты против доллара тем более что в целом динамика то у них общий чтобы не обжечься дважды на одной торговой идеи доллар канадец здесь держим ориентиры 1.32 сейчас котировки 1.31 11 и доу джонс ожидаем открытие и соответственно возобновление роста друзья если есть вопрос обязательно пишите а в комментариях не забывайте оставить лайки и хорошей вам торговой сессии всем пока